Вообще, Колумба все рассказал. Вообще, очень тупо. Учить вторым очень плохо. Потому что он уже вас всему научил. Вот я вообще хотел первым. Потому что я думал тоже рассказать, типа, как нужно там методики, йогики. Но теперь я понимаю, что надо рассказать, типа, он говорил про Кирилла Светлова, да, душа, я вот буду, типа, антагонистом. Я, типа, буду говорить не за методики. Ну, потому что есть такая, да, тема, типа, да, в какой-то книжке написано по поводу сценаристики, типа, бунтай – это тот человек, который идет, то есть работает бесправильно, пишет сценарий бесправильно. Профессионал, он все по правилам делает. А мастер, он, как бы, изменяет правила. Я, типа, мастер. Такое, такое, начало, то есть, концентризма. Нет. Для меня, как бы, я вообще, именно, ну, мое отношение к стендапу, я этим занимаюсь не... То есть, у меня был период, когда я, типа, был известным. То есть, я, ну, вот Виталий был известен в КВНе, а я, типа, был известен в более монотворчестве, типа, выступал. И, как бы, да, у меня есть какой-то опыт именно человека, который получил известность и каким-то образом жил за счет этого, да. Вот. Я попробовал просто этот опыт. С чем я столкнулся сейчас, да, то есть, я... Когда, то есть, до определенного возраста, где-то до 23-24, ты занимаешься бессознательным творчеством. То есть, ты, по сути, ты не знаешь, зачем ты придумываешь. То есть, ты просто придумываешь, потому что, о, придумал. Вот. И ты вот такой вот, кто сейчас моложе, если вы сейчас, наверное, этим занимаетесь. Как бы, это прикольно. Это опыт. Вот. И потом... Ну, для чего вот я это делал, да? То есть, я это осознаю. Да, тогда если вы говорите, что я хочу выступать, потому что я, типа, хочу учить людей. Нет, на самом деле, как бы, мне было прикольно, что на меня обращают внимание женщины. Это правда. То есть, это был мотив телочки. Это истинный мотив мужчин. Юмором занимается обычно мужчина, который, ну, ввиду своего какого-то, именно, комплекса. Монис неполноценности, да? Идет показать себя на сцене, ну, посмотреть, где я на самом деле могу говорить. И за счет этого потом к тебе подходят, там, говорят, кто-то. Ну, типа, и это работает на уровне телочек, это работает достаточно определенно. Потому что ты занимаешься то, что нужно телочкой. То есть, ты думаешь, что может развиваться телочкой, по сути. Да? То есть, это один из мотивов, который первичный. Он больше, я не знаю, я считаю, что это не совсем стендап. То есть, да, такой мотив. Это стендап именно на такой уровне, ну, подергать за ниточки эмоционально. То есть, я сейчас, я этим не хочу заниматься. То есть, я этим не занимался до того момента, пока я не понял, что я хочу определиться. Для меня был очень вопрос, самый очень большой вопрос, который для меня стоял, зачем? То есть, люди, которые, вот, Женя, например, Астанов, какой-то друг, он сейчас ушел в осознать, можно и так сказать, в осознании вообще сути, зачем он живет. Ну, как бы не выступает уже года полтора. Ну, и там вопрос, зачем, он очень важен. Зачем ты это делаешь? И он может дойти до такого степени, что ты поймешь, что для меня вообще, в принципе, я себя делаю для того, чтобы что-то рассказывать, по сути, мне нечего рассказать. То есть, есть даже анализ, почему вообще ты выходишь на сцену. То есть, сцена – это подъем. Ты выходишь на место, где ты выше зрителя. То есть, ты, по сути, на возвышенность выходишь и говоришь, у тебя должен быть какой-то очень важный мотив. То есть, по сути, у тебя есть что сказать. То есть, по сути, ты вышел, на тебя смотрят люди, и ты должен сейчас им что-то сказать. Ценный. Какую-то ценность должен соответствовать. И если ты живешь себе вопрос, а в чем твоя ценность, то ты уже должен дать себе ответ. то есть я сейчас формулировал такую ценность она для зрителя больше не для меня не столько для меня я понимаю почему я я почему я круто я сам по сути сформировался потому что я достаточно необычно выгружу и по сути мне я пытаюсь людям что-то говорить я людей очень меня возраста серьезно отличие от зрения и меня я считаю что я добиваюсь то что меня сушат и не просто смотри и это круто то есть я себе вот это то что я переборол и теперь я обладаю защиты какой-то силы как минимум из-за этого на меня стоит посмотреть этот вопрос как должен ответить какой-то степени как переходишь на уровень осознанности как правило да это возраст 27 28 такие буддистские значения возраста ты по сути переходишь такой возраст и ты уже пользуешься опытаешься с ним каким-то образом а смысл то есть творчество становится осмысленным здесь большинство людей не большинство очень много людей уходят и уходят из юмора потому что понимаю что осмысленного в том что не хотят делать нет просто ну как бы не осмысляют дальше они просто придут к ним заниматься и этот вопрос зачем он рано или поздно вы будете приходить обратно возможно будет днем сейчас возможно то есть на этот период лучше вообще не выступать может быть нужно женя вот не выступает но у него затянувшийся процесс сознание зачем он возможно уже и думает что я и незачем вообще и тут главное если вы уйдете стендап ну значит неважно но этот вопрос рано или поздно нужно себе задавать именно критической формы и с этим да я как бы опять же да какие какие могут быть ответы есть ответа белочки есть это деньги да деньги тоже как бы да это элемент то есть если рассматривать не просто как элемент материальной базы как оценка да то есть деньги тоже являются то есть нужно стремиться все равно дать эти добрые момента где будет деньги где оценка денежная будет для тебя удовлетворительно хотя бы на сравнительно с другими участниками процесса то есть если ты получил 1000 ты получил дверь ты уже думаешь ну именно не на этом мероприятии просто ты будешь зарабатывать за счет стандарта ты уже понимаешь да я чего-то достиг уровень тоже нужно чувствовать и вот я например дохожусь на такой я не знаю возможно до этого необязательно очень всем доходить до такой вот степени этого вопроса зачем мне очень важно чтобы моя мои темы все имели второе дно то есть чтобы что-то в них было действительно то есть я хочу направлять внимание на то действительно есть что-то интересное и в этом вот причем вот про стендап то есть они за счет того что они каждую неделю выступают да ты не что у меня боли не было да столько боли не докапливается это правда есть они по сути я не почему чем они занимаются они по сути занимаются еще из-за того что во первых цензура тоже ограничен они занимаются просто мастурбации то есть они как бы не переживают более не мастурбируют на тему то есть они поэтому они пусть даже эта тема их по сути от них звучит как действительно она их то есть они пережили но они ее пережили в голове не наяву они не анализировали и вот мысль у них очень много и смешно но сейчас они скатываются они в принципе изначально были такие ошибки в моем примере это ошибка с точки зрения глубины стандарта сейчас я живу все больше и больше что я имею ввиду то есть когда шутка мысль основная не смешная у тебя это сформулировано не пользоваться не пользуйся твоими учениями мастер не смешная часть шутки которая у них она по сути очень часто неинтересно да вот я вот посмотрел вот последнюю что видел у комарова шутку просят я думал вот была шутка у него да почему типа почему почему кошки кошки когда моют себе глаза там или уши они как бы лишь сначала лапу потом как бы это а а вот тут то есть они все типа делают языком типа прямой прямой доступ как бы объяснился как бы это это есть основной то есть юмор который он говорит а я когда проверяю так свои шутки я задаю вопрос действительно ли это вопрос у меня есть нет вопроса потому что не дотягивается до глаз языком потому что это наличие чтобы по сути тут нет вопроса но он не засыпал дальше из этого да и утрирую его сторону где можно посмеяться то есть по сути это юмор не на цене над мыслью это юмор над юмором то есть он нашел юмор и чуть-чуть дает неправды это не это это то где очень хорошая была мысль какого-то чувака который изобрел час тесла мобиль такой же типа крутой как стив джобс была он как бы ее девизом говорит она очень хорошая вообще применимый стендапу тоже препарю реальность до фундаментальных оснований то есть надо брать мысль вот это я не то что надо это я говорю о том чем я занимаюсь таким стендапом это вид стендапом здесь стендап и для юмора для того чтобы именно важно смешить это первая цель а есть тогда для какого-то именно действительно где-то изобретаешь понимаешь и пытаешься передать то есть основной на каком-то поиске интересных взглядов где-то интересного берешь тему которая действительно есть вопрос и высказываешь там свою позицию свое мнение или ты находишь интересную штуку вот мне это вот для меня интереса потому что с такой установкой внутри я могу стандартно заниматься долгой и прям не катейка не остановлюсь потому что я буду развиваться как человек не будет меняться мировоззрение мировоззрение в сознании я буду эти вещи как бы что вниз я сам вы вижу вопрос без действительно вопрос такие вещи я буду пытаться раскрывать вот и вот в этом есть поиск да то есть не просто это такой на советую если идти по направлению такого стендапа я считаю усики и джордж карлинг и там дела но они сидят вот в этом направлении потому что у них вот и они поднимают эти темы ты понимаешь были мы действительно вот это тема интересного тут поднял тем блин вопросы это с этого они ставят вопрос это действительно вопрос отношения по этому а еще интерес кьер Roger понял тем работ который который ответ определенного ответа так он еще и выдал интересные позиции риса отношение как можно к этому смотреть то есть по сути когда по которому я говорю в идеале это не proper чат выходит рассказ своему мировоззрению весьма открывает и говорит того философ по сути это философку что здесь рассказывать о том как он адаптировался и если ты убираешь стендап должен понимать одну вещь что залог успеха какого стендапа это твоя интересная жизнь если не будешь интересно жить то у тебя стендап будет интересный лучше заниматься шутки для шуток то есть заниматься для юмора дороги есть шанс если есть твоя жизнь в принципе ты не живешь это сильно выбор виталий тоже делал что это выбор по сути стендап это марафон это выбор которым должен следовать он изменит твою жизнь ты будешь по сути идти часто туда куда ты так бы не пошел ты пойдешь туда потому что может там когда ответ на какую-то ситуацию ты можешь получить порожье но ты поймешь то есть жизнь принципе начнется в поисках ответов то есть реально будешь препарировать реальность изучать мысль изучать до глубины и действительно будет интересный вопрос язык на ты начнешь находить то что в принципе вот свое своей не смешной части шутки людей заинтересует а действительно а вот 10 10 на спор и вот это вот вот это то что я пропагандирую то есть я считаю что вот это для меня круто такой стендап безусловно и нуждается в юморе то есть без юмора всегда потоленция сейчас это лекция то есть я буду тебе поговорю вещи которые интересны возможно да можно подумать тут нет юмора поэтому это не будет работать задача такого стендапа это даже при условии интересной мысли нам нужно именно все равно правильно достаточно плотность юмора должна быть ты должен даже в этом поддерживать какую-то всегда энергию может пусть не за счет темы может за счет какого-то своей коррекции за счет какого-то своего внутреннего иронии самоиронии значит то есть нельзя в теме быть очень серьезно то есть это тоже вопрос отношения даже не ты же не выходишь рассказывать просто научный работу как ты все осознал часам расскажу значит я понял что жить надо да то есть нет здесь должно быть вот это все о чем мы говорим мысль это даже вторым дном это лучше то что делает луисе кей не всегда это во втором дне то есть можно просто выписывать то что он поднимает темы ты поймешь туда поднимает действительно интересный тем но они всегда и лежат под то есть ты об этом можно же не задуматься во время выступления и это как бы вот это для меня я считаю что это именно высший пилотаж выше класс и такой материал на разом деле он не появляется по материалам его нужно именно рожать а когда ты родишься не понимаешь то есть для этого для этого создаются условия ты создаешь свою жизнь по сути ты живешь таким образом ты создаешь самые благоприятные условия для появления таких моментов живешь тем чтобы подать ситуации даже попадать ты в принципе свою жизнь сводишь до такой степени чтобы она содержала минимум стереотипного поведения твоего до общепринятого 10 начинаешь искать жизни правильную жизненную позицию потому что по сути ты потом выходишь ей делишься если тебя на будет интересный такой в такой форме стендапа ты будешь неинтересно и есть еще есть такая формировка стендапа интересно стеркизм души действительно как бы если нет души интересно то и стеркизм дать если должен в принципе воспитать в жизни где-то то есть любой стандарт который крутой вот для меня все-таки идолы зарубежные россии не знают они все ты видишь объем то есть это не стереотипный персонаж опять же вопросы стереотипы они сузили персонажа до стереотипа то есть по сути ты к каждому из них может стать в одном предложении евреи который говорит о том что он еврей женщина которая говорит что 30 лет она не замужем то есть по сути для каждого ты можешь прямо сформулировать а зарубежных стендаперов не сможешь сказать одним словом ты понимаешь что там настолько объемный персонаж у него настолько объемно его мировоззрение отношения что когда он говорит следующую шутку ты не понимаешь что он сейчас скажет и поэтому ты изначально не готовишься что это шутка про игре ты понимаешь сейчас он тебе раскроет именно истинное отношение она будет может быть даже другим но в то же время ты чувствуешь плоскость объем горит чувствуешь что он не пойдет в эту сторону ты понимаешь где-то на подсознании ты чувствуешь его можешь сформулировать они умеют можно из окажем можно написать но это будет не предложение это будет абзац может то есть поиск себя это именно нить не в том состоянии чтобы себя найти в плоскости а это в том чтобы найти себя именно в объеме все-таки я даже не советовал в принципе себя как можно раньше сформулировать это произойдет автоматически то есть это все равно произойдет если вы действительно добросовестно заниматься понимая добросовестно что значит то есть вы выбрали этот путь живете если вы честно будете им жить то вы придете возможно вы станете бомжом сопротивление врете возможно то есть такая возможно да ты пойдешь лучше чем работать но это выбор вопрос выбора стендап это любая действительно любой крутой стендапер он рано или поздно с большим риском в любом случае вы столкнулись с риском и в этом риске будет тоже очень много для вас и материала какой-то эмоции это это короче я хочу вам сказать ограничить о каком стендапе я вам говорю это что-то писал смс то есть я подготовился просто действительно у меня есть такое учителей очень любит и у меня не фетиш так вот смотрите это все сказали что да все теперь а вот теперь я не то что методика этого то что я подумал что нужно хорошего такого стендапа такое какая установка возможно вот я не знаю то есть принципе даже претендую на оригинальность возможно это каких-то других ипостасях это уже это скорее всего это все же возможно там не касаемо стендапа касаемо других видов деятельности да о том что разделить стендап можно три то есть жизнь давайте стендап жизнь то есть это жизнь я уже здесь на три такие составляющие до до на сцене после то есть как если каждую часть каждой части пути развиваться у вас куда будет развиваться то есть если цепь застоят и материал это правильно это сделать свою жизнь интересный свое отношение искать интересное отношение искать интересную мысль интересные какие-то находки реальные заниматься в жизненных поисках но тренировки до то есть методики тоже это тоже то есть может быть нужно узнать даже если не очень пользоваться то есть если ты знаешь ты уже понимаешь можно на обязательном уровне это запишется как минимум видеть как ты сказал шутку после шутки даже после выступления познать о документ здесь это тут методика тут может то есть это помогает то есть это что касается жизни до с на сцене какая тренировка это уже момент когда человек пройдет в поступать на медицинский за теорию вся и поэтому он не может стать врачом то же самое да ты не можешь теперь в принципе дискомфорт ты не можешь найти себя бывает возможно 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 здесь опять же очень важно понимать почему ты волнуешься это же должен быть самоанализ поиск то есть цены это по сути ты занимаешься своей психологии то есть ты должен для себя изучать свою рефлексивность должен понимать почему я то есть что я ощущаю и почему если на стресс это безусловно потому что нужно понимать причину чтобы разобраться в семье есть банально первичный страх это животный страх она тебя смотрит много людей тебе по сути по животному страшно это чувствуешь просто опасность потому что у тебя общее внимание этот страх лечится я думаю только опытом и выступлениями тут нужно его как бы либо если у вас патологическая возможно он не лечит возможно это нужно понимать другой страх существует которые поступают рано или поздно страх когда ты когда не веришь не веришь что что говоришь не веришь в том плане что ты вот придумаешь на шутки всегда это это может быть и то что не твои это может то что ты не хочешь говорить 30 сильно вот написал по что служится раз выступал может и не хочешь говорит то есть разная причина может того что почему ты это не хочешь но а она может быть причиной страх то естьơn входишь образ од호� employed и понимаешь, что может не то место, может аудитория не та, может не та атмосфера для этого материала. То есть это тоже анализ нуждает, то есть ты должен этот момент анализировать. И анализировать это, я имею в виду, то, что происходит после цены. Это тоже период жизни, в котором нужно правильно проживать. Потому что если ты будешь очень самокритичным, ты просто уйдешь из стендапа, потому что ты поймешь, что ты пидорас, просто ты неинтересный. То есть самокритика тоже должна быть умеренная. Потому что очень часто, правда, очень часто на плохое выступление влияет зритель. Либо зритель был плохой, плохой в том плане для тебя, и в плане для зрителей плохого не бывает. Может он хорош, или джаз-бэнда, или плохая стендапа. То есть у тебя был плохой зритель. Бывает зритель хороший для тебя, но ты просто попадаешь в яму. Когда ты выступаешь, когда есть какая-то концертная программа, стендап, сидишь и что-нибудь яма, то есть яма наступает, показковые даже, здесь помять, да, час, там даже пораньше, на 50 минут, что кто-то говорил, прям вот такие вот моменты, яма есть. То есть яма по другим, ты можешь попасть в яму, поэтому ты и плох. То есть до тебя кто-то прям лупил, лупил, прямо разорвал, разорвал, и как раз это было на 40-50 минут, и после этого ты выходишь, и ты просто в яму не смог выйти. Я так тоже уже понимаю, то есть эти моменты, ты должен понимать, почему, как выступают. И это все лежит после сцены, ты должен на этот момент обязательно переживать правильно, осознавать, что, то есть осознавать, что у тебя конкретно брать. То есть правильный анализ себя, он должен быть здравым, да, то есть если ты, образно говоря, то есть нельзя себя очень сильно глумить, нельзя себя возвышать, да, но лучше, если у тебя есть образный выбор между этим и этим, лучше возвышаться. То есть лучше, что ты будешь, ну, не так самокритичен, но самоуверенен. То есть на сцене самоуверенность, она чуть ли не самая крутая, то есть ты относительно самоуверенна. Ты можешь с этого начать, ты можешь быть самоуверенней, тогда по сути ты можешь даже без какого-то, без темы ты можешь понять, что блин, это моя текст, то есть можешь начать разговаривать с людьми, выйдя без текста, то есть у тебя текст есть, но ты его выбросил из головы, ты изначально вышел без текста, ты понял, что я текст возьму, когда будет нужно. Вот у меня, например, так было, когда, да, я понимаю, что у меня слабый материал. И я изначально выхожу без него, у меня нет его в голове, я не знаю, я не ищу подводки к нему, чтобы начать его выдавать. Я выхожу просто, вот, попытаться понять мою роль, попытаться почувствовать, что сейчас происходит, как на меня смотрят. Вот этими вот моментами начинают руководствоваться, то есть попытаться именно поймать нерв в зала, вот этот момент, то есть пообщаться. И порой получается так, что я вот так ловлю нерв в зала, и начинаю смеяться, и я понимаю, что дальше мой материал слабый. И если у меня другого нету выбора, то я как бы, да, я этот слабый материал пытаюсь выжать из него максимум смешного, сдать это, и в принципе все равно вытянут выступление на каком-то именно диалоге. Да, выступление получится не таким информативным, ты не донесешь, но как минимум ты выступишь и получишь энергию, потому что энергия от хорошего выступления это ценное для следующего. Если ты хорошо выступил, то на следующем выступлении ты можешь себе больше позволить, именно энергетически, потому что ты уже, самооценка у тебя на хорошем уровне. Ты можешь, я сказал, обязан, если ты хочешь развиваться, то ты обязан на следующем выступлении после хорошего позволить себе больше пойти в то, что ты не пробовал. То есть когда ты можешь даже облажаться, это вот еще страх, это страхи сцены, да, то есть страхи сцены это жестко облажаться, да, и здесь тоже есть не то, что совет, в жизни стендапера, в жизни стендапера, в жизни стендапера нужно обязательно такое выступление прям поносное, где-то настолько был плохо, то есть нужно пожертвовать какое-то выступление, когда ты понимаешь, что ты рушишься, достань до дна, посмотри, что все может быть самое страшное, когда ты прям облажаешься. Просто облажайся так страшно, как ты просто, просто вот страшнее не можешь, сделай пожертву на выступлении, и пойми, что это, пойми, что это, что может быть самое страшное, потому что ты знаешь дно, и не боишься до него доставать. Это правда, то есть если ты реально в жизни влажал на сцене, и ты это правильно, ты понял, да, я знаю, я знаю, ты уже меньше боишься. Ты понимаешь, что ниже точно хуже-то не будет, ты знаешь, что такое, что на дне. Это тоже очень такой момент, это именно вопрос со страхами, это психология, тоже стендапер должен заниматься психологией, потому что психология это, ну, то есть стендап это как хирург, опять же, да, то есть тут очень важно, психология есть, и, то есть для хирурга это операция, для стендапа это сет. И психология, то есть держать свои эмоции, уметь стендапировать, это вот эта работа стендапера тоже, она, конечно, так же важна, как работа над материалом. И, как правило, эта работа происходит после, после сцен, то есть анализ, то, что происходит после. Вот, ну, короче, вот по сути, да, я просто не хочу, методики, я действительно не такой методичный человек, то есть для каждого свое, я считаю, нет правильного. Нужно по методикам действовать, или вообще выходить без методик, нет правильного. Это вообще, в принципе, такой совет не то, что стендапер, а как бы человек, то есть когда человек должен найти что-то для него правильное, найти, а может там Джуди Карта, или там Дин, Дин, да, то есть у какого-то именно, может твой ответ здесь, может еще кто-то, может что-то, то есть ты должен, по сути, себе отобрать те методики, которые работают для тебя, для твоего склада характера, для тебя, в принципе, для какого-то личности. Вот, и, ну, чё, я, ну, первое, самое важное, я считаю, с чем, я сейчас беру идеалов, да, стендапер, говорю, по стендаперам, типа, буду сикей, самое главное, что, ответить на первое, это зачем, это вопрос, к этому вопросу возвращаться, всегда возвращаться, когда я уже не буду возвращаться, это поймете, когда вы, то есть я вот сейчас, это я думаю возрастное, это действительно возраст, потому что вот, мне сейчас 30, и я понимаю, что возраст мне уже это говорит, то есть я уже не думаю об этом, потому что, блин, да я уже понимаю такое, понимаю не словами, я понимаю, я понимаю состояние своего, я понимаю, каким я хочу быть, каким я буду, то есть каким я был, что, высказал. То есть я это состояние понимаю, я понимаю, как мне в жизни, чтобы это состояние, то есть на это состояние влияет очень много факторов, в конце концов, на это состояние влияет, какой у тебя был секс вчера, как сексом вчера занимался. То есть если ты вчера был секс так себе, возможно, ты за это переживаешь, это все может перенестись на сцену. Секс, ладно, покушал, то есть плохо кушаешь, и у тебя, ты вчера, не знаю, все время подсел на туалете, возможно, это тебе наоборот поможет, потому что ты думал вчера, да, то есть очень много об этом. То есть это состояние, то есть надо искать, если у тебя лежит, бывает очень плохое состояние, когда тебе хорошо, да действительно все хорошо, действительно нет проблем, тебе хорошо, и это плохое состояние. Плохое состояние, потому что оно инертное. В этом случае нужно именно попробовать в этом найти минус в себе. То есть я не совсем, то есть Виталик сказал, что нужно все время не сказать какой-то, да, то есть жуткое, на негативе, я как бы об этом не думаю, не знаю, я не совсем думаю, что прямо вот настолько, но действительно в этом есть, как бы, большая доля истина. Да, то есть то, что, почему вот люди, которые, да, красивые, им плохо, они плохо выступают. Потому что они выступают, и видно, блядь, да у тебя нет проблем, что-то пиздец. То есть, блядь, да посмотри, ну ты, блядь, ты, блядь, у тебя нет вообще, ты не рассказываешь сейчас, а то есть, ну, нет, просто иди к банку, и сейчас тебя зацепанут. То есть, не напрягайся вообще, то есть, для, 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 нужно именно действительно, может и образ. Образ тоже для стендапа есть такой момент, когда ты для себя формируешь образ. Я такими, то есть, не занимаюсь, например, джинкарт, это образ, человек, который сфокусировал себя в такой образ, да, где-то это он, да, я думаю, это альтер-эго, но это образ. И это, по сути, тоже решение. Это решение. То есть, это тоже стадический год. Я не знаю, я не могу от лица такого человека, я не знаю этого. То есть, я могу предположить, как, как жить и как-то. Но, как бы, я не, то есть, опять же, мы сами можем, опять же, поизучать, понять, как это может быть. Это выгод. Ну, тут, по-моему, нет красивых людей. Ну, нет, красивых людей. Ну, что, я, по сути, вот, из информативного, я не знаю, что еще допомнить. Давайте, можно сильно на диалог просто сделаем. Я просто... Какой-то опыт у меня есть. У меня опыт есть того. Вот еще из опыта, который выступал и был известен. Просто могу поделиться, что... Это очень важная тема. Да, типа, ну, типа, иди там на стандартном ТНТ просто для того, чтобы... Типа, ну, там, ты говоришь, что... Ну, нет, я не хочу, я хочу, типа, подавать ему мысль. Иди, уприми их правила игры, возьмей популярность и, да, давай мысль. Этот путь возможен. Но для меня он, я вижу в этом сложности. Какую? Я был в этой сложности. То есть я, когда я был в какой-то линии, во всей этой херне, я, типа, был таким. У меня был, конечно, образ. Образ такой умник. То есть в очках я, типа, выходил из себя, был кто-то из этого образа, да. И всегда, когда я был на этой популярности, если на корпоративы или выступал там просто каким-то образом, я в голосах был таким человеком. А я уже хотел говорить, пиздец, мать. То есть я там внутри такой. И я, когда начинал справиться с собой, мне не получалось. У меня, я отторгался. Мне приходилось опять возвращаться достаточно вплоть до тем. То есть я не мог поднимать темы, которые не ассоциируются со мной. Поэтому путь, когда, типа, я получу известность, а потом, он сложный. Потому что не факт, что ты, это потому что когда ты начинаешь жить такой жизнью телевизионные образы своих. Ты начинаешь мыслить в этих рамках, которые ты себя задал, которые воздал к себе образом. Ты уходишь только, ты не будешь широко мыслить, ты будешь в этих рамках мыслить. Ты будешь в них и находиться. Поэтому здесь выбор, это выбор. И если ты хочешь скандапом заниматься, ну, на таком уровне, а потом уже там в кино. Это хороший шаг, я считаю. Но если ты хочешь Batman заниматься как, ну, внутренне чувствуешь, что это в принципе тебе на всю жизнь. то здесь нужно решать потому что возможен тот момент когда ты станешь ложником образа и чтобы выйти из образа нужно уходить то есть я ушел года четыре назад последний период именно которые были популярны то что я снимался и вот только сейчас у меня есть какая-то возможность быть собой поэтому я могу быть собой до этого времени был реально поэтому в эту ловушку попадаешь нужно если попадаете вот так вот есть возможность это сделать более осознанно понимаем что тогда я этого не понимал сейчас я это понял что это так что и макмеша в цели сия попаду в какой-то более то есть месяц не очень интересен телевизор потому что там все-таки очень большая цензура для меня для меня кому-то она может неудобно для меня она большое большие рамки большие рамки это пропаганда о наркотиках это пропаганда насилия как бы я не считаю что если я говорю на протеке это слишком но там будут такие правила поэтому для меня сейчас телевизор это не то что то есть я даю то есть всегда у меня сейчас все-таки больше он внутри жизни то есть таких вот вечеринка как здесь может там когда-нибудь сделать там концерт записать или в интервью не знаю выбор это тоже выбор вы должны понимать хотите вы в телевизор это выбор который на самом непорочный он он такой это но это должен быть осознанно то есть лучше это чтобы это было осознанно но его нужно делать именно все таки уже для себя на стадии начала понимать где будет до отечки для тебя ближайшие где ты сделаешь какие-то плен выводы то есть это если это просто сольный концерт запишешь это другое это ты можешь писать на 2 2 камеры и потом смотреть тоже путь потому что я музыка отца . весом по сути популярным через видео то есть он написал концерт свои по сути они разлетелись по интернету он не получал известность через телевизор он получил известность через качественно видим материал или же другой путь там ты можешь себе больше позволить быть самим собой то есть это выбор который я советую делать уже начальной стадии понимать что всегда будет ставиться с вопросом все давайте теперь какой-то диалог если кто-то хочет высадить из меня полезную информацию песни для ну какую я могу дать что нужно чтобы не заикаться на сцене заикаться заикаться